На этой неделе мороз и снегопады практически парализовали жизнь целых регионов Украины и России. В нашей стране самые сильные морозы были в Донецкой области до минус 30. В России холоднее всего в Норильске. Там в среду было, только подумайте, минус 64 градуса. Город практически остановился. А вот как замерзает Украина. Это Одесса. Там обледенела набережная. Красиво, конечно, но на самом деле такие морозы создали в стране множество проблем. Движение транспорта ограничено в 12 регионах страны. Полностью закрыто движение между Донецком и Мариуполем. Во Львовской области прервано автомобильное сообщение с 64 населенными пунктами. Многокилометровые заторы на трассах попали сотни автомобилей. В Донецкой области и в Крыму из-за холодов объявлена чрезвычайная ситуация. Были закрыты аэропорты Симферополя, Одессы, Мариуполя, Сум, Ровно и Черновцов. В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях на несколько дней были закрыты школы. А ведь Новый год мы с вами встречали без снега и при плюсовой температуре. Ирина Юсупова о том, как замерзает страна и почему у нас такая странная зима. Когда температура опускается до минус 25, у Сергея всего одна задача – выжить. Дома у него давно нет, а на улице больше часа не продержишься. Я по себе могу сказать, пальцы не имею. Самое главное – это пальцы и щеки. Даже не имею, все, это уже замерзающе. В таком вот пункте обогрева он частый гость. Здесь можно перекусить и выпить горячего чаю. А вот от чего-то покрепче в такие морозы лучше воздержаться. Самое главное – водку не пить. Если напьешься, можно замерзать. Выпил, уснул, очнулся в реанимации. У большинства тех, кто попадает в больницу с обморожениями, история болезни как под копирку. Алексея прохожие нашли на остановке. Сколько пролежал на морозе, сейчас даже и не вспомнит. Я уже вроде как пытался. Выбрался вроде как на дорогу, они рядом проходили. Это неизвестивительно. Теплый декабрь, январь, дожди и плюсовая температура. К такой погоде украинцы уже почти привыкли. Но зима, как всегда, пришла неожиданно. Восток Украины сковали 30-ти градусные морозы. В Донецкой и Луганской областях объявлена чрезвычайная ситуация. На трассах застряли сотни машин. Аккумуляторы садятся, топливо на исходе. За сутки уходит 60 литров. На отопитель и на прогрев двигателя. Еще сутки и все. В метровых сугробах вязнут и грузовики с продуктами. В Мариуполе почти двое суток самым дефицитным товаром был хлеб. А завоз будет еще? Навряд ли. Сегодня, вчера целый день тут просидела и ничего не дождалась. Оборванные провода, хрустальные деревья и дороги, как сплошной каток. К Крыму обычный дождь превратился в ледяной ливень. За ночь температура упала до минус 7. Машины, оставленные на улице, водителям пришлось буквально размораживать кипятком. С утра встал, открыть дверь и не могу. Окна все замерзшие после ночного ледяного дождя. А это Одесса. Редкое зрелище. Черное море, скованное льдом. В акватории местного порта вмерзли 20 судов. Пришлось объявлять ледовую кампанию. Для тех, кто в море, это то же самое, что чрезвычайная ситуация на суше. Самая серьезная ситуация в 20 километрах от областного центра. 30-тысячный город Южное остался без электричества. Раз в 8 в воду. Чайчик горячий. Спасибо. Кашу горячую. Пока энергетики устраняют неполадки, спасатели обходят жильцов многоэтажек. В них нет газа, только электроплиты. Даже чайник не вскипятить. Кипяток пока будет развозиться только в 16-этажные дома. Ситуация у них более-менее критическая, чем в тех домах, где есть газ. Пустые лыжные базы, провалившийся туристический сезон. На западе Украины два месяца ругали бесснежную зиму. И вот снег пошел. Сплошной стеной. За два дня почти месячная норма. Снегу до метра 50 снег. И с Тернополя ехали, не доехали. Назад едут. Отрезанными от внешнего мира оказались около ста сел. В основном во Львовской и Ивано-Франковской областях. Доехать туда можно разве что на бронетранспортере. Если б не мороз, Никита сейчас не с горки пкатался, а писал контрольную по химии. Школьники, вот кто по-настоящему рад холодам. Внеплановые каникулы объявили в восьми областях. Все радовались. Очень радовались. Все кричали. Одна девочка вообще прыгала до потолка. Долго при такой температуре, конечно, не покатаешься. Если щеки сильно раскраснились, а в пальцах есть покалывание, пора в тепло. Гулять при такой погоде врачи разрешают, но не дольше получаса. Даже такие сильные морозы – это еще не повод, чтобы оставаться дома. Главное – хорошо утеплиться и побольше двигаться. Уже с завтрашнего дня морозы потихоньку начнут отступать. Ну а к концу недели синоптики и вовсе обещают плюсовую температуру. Ирина Юсупова, Максим Кошелев, Ирина Исаченко, Евгений Каминский. Подробности недели – телеканал Интер.